Всем привет! С вами Игорь. В комментариях к своим видео по тепловому насосу заметил, что многие люди хотят сами тоже собрать тепловой насос. В принципе, мой контент по тепловому насосу на это и направлен, чтобы люди сами собирали свои тепловые насосы, сами их настраивали, сами их ремонтировали, сами эксплуатировали. Это будет самое эффективное, целесообразное и надежное. Потому что когда вы сами его сделаете, это понятно, что вы будете понимать, как оно работает, что куда, как его поремонтировать и так далее. И сегодня я хочу остановиться на таком очень важном моменте при сборке самодельного теплового насоса. Это, можно сказать, безопасность компрессора, так как, наверное, самая такая не ломкая деталь, правильно сказать, а самая такая деталь, которая вообще может поломаться, в принципе, в тепловом насосе, это компрессор, его компрессор. Но компрессор вы будете покупать заводской, никто его самодельный делать не будет, поэтому компрессор там будет нормальный. Это уже гарантированно. А больше там ломаться нечему. То есть тепловом... Ну, медь, я не знаю, что можно делать с медными трубами, чтобы их поломать. Вот, там, ну... Еще насос. Насос водяного контура. Это самые, наверное, две такие детали. Насос водяного контура, ну, с водяным контуром там проще. Заменил его, если он что-то там и все. А с компрессором немного сложнее. Там надо фреон спускать. Вот, поэтому я хочу остановиться в этом видео именно на безопасности компрессора нашего самодельного теплового насоса. Самое страшное, что может случиться с компрессором теплового насоса, это, что в него попадет жидкий фреон. То есть компрессор, надо понимать, он рассчитанный на перекачку парообразного фреона. Он пар качает фреон. То есть фреон испаряется, жидкий, превращается в пар, и компрессор его перекачивает. Пар фреона, не жидкость. Он не предназначен качать жидкость, жидкость фреона. Вот. И, ну, в одной умной книжке там по холодильному оборудованию, там автор привел такой пример, что капли, даже капли фреона для компрессора, ну, я думаю, для любого, и поршневого, и ротационного, кондиционерного, или там спиральника, что капли фреона, это все равно, что бросить жменью щебня в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Вот это примерно такой будет эффект от капель фреона, попадающих в наш компрессор теплового насоса. Поэтому вот такой момент надо всячески стараться исключить. В принципе, завод, изготовитель компрессоров ротационных, кондиционерных, он уже это, как бы, предусмотрел, и поэтому, если вы увидите там компрессор кондиционерный, у него там сбоку такой отросток, как бы, баллончик еще маленький, сам компрессор, тело компрессора, и сбоку вход трубка с таким баллоном. Вот. Это есть на каждом ротационном компрессоре. Вот. Это так называемый докипатель. То есть, если даже фреон жидкий каким-то образом не испарится в испарителе полностью, не испарит его рекуператор, доиспарит там, ну у меня есть в системе рекуператор, он тоже помогает, кстати, вот это докипать фреону, если там он пройдет через испаритель, как-то там, ну, не докипевший. Вот. И попадет в этот докипатель, то он теоретически уже не должен пройти этот докипатель, жидкий фреон, он должен докипеть там полностью, вот, и уже в сам компрессор, к клапанам подойти только пар фреона, только, никакой жидкости, никаких капель в паре даже не должно быть. Вот. Сам докипатель, я не знаю, как устроен, я его не разрезал, если кто-то разрезал, там, смотрел, как он сделанный, то напишите в комментариях, кто имеет такой опыт, было бы интересно узнать. Но я так заглядывал через вход в него трубку там медную, там сразу видно сетка, мелкая очень сетка. Я так понимаю, что фреон просто ударяется об эту сетку, разбивается на мелкие-мелкие части, потому что он там довольно быстро летит. Вот. И дальше там, наверное, какие-то хода, ну, я не знаю, короче. Ну, где он, короче, докипатель, цель докипателя, это, чтобы фреон, если жидкий, он и пройдет испаритель, пройдет даже рекуператор, то в докипателе он должен докипеть, теоретически полностью, и не должен попасть в наш компрессор, чтобы его не поломать. Особенно к этому подвержена, ну, самая слабая часть, какая-то клапана. Клапана даже, там есть снизу компрессор и сверху клапана. Перед двигателем или после двигателя, то вот эти клапана нижние, они немного вроде как жестче, производитель ставит такие покрепче, ну, рассчитывая все-таки, что может какая-то капелька там мелкая проникнуть туда. А верхние клапана компрессора, они вообще очень слабые, то есть, надо следить и за тем, чтобы жидкий фреон при простое компрессора не залил наш компрессор сверху, то есть, через выход парообразного фреона. Вот, для этого компрессор советуется в самоделках, ну, в заводских тепловых насосах, там много всяких предусмотренных прибамбасов, расчетов и дополнительных там ресиверы, там всякие, ну, нам это не надо самодельщикам, вот, что там, ну, можно ставить даже компрессор, ставят ниже испарителя, ниже конденсатора, в самой нижней точке, и оно там его не заливает. Но, для самодельщика, лучше, я думаю, перестраховаться и поставить компрессор выше, выше испарителя и конденсатора и ТРВ, выше, ну, немного выше, намного там не надо, ну, чуть-чуть выше. Вот, если кто видел мои ролики, кто первый раз только смотрит, там, смотрите, у меня есть, как сделать тепловой насос, то там знает, кто видел, что у меня компрессор стоит на таком бруску, там, сантиметров 20, а испаритель ниже, то есть у меня компрессор получается, как бы, выше всего. Фреон жидкий, он собирается в самой холодной точке фреонового контура, в самой холодной точке. И это должна быть точка, самая нижняя точка, это должен быть испаритель, это должен быть испаритель, не компрессор. Если компрессор будет ниже всего, и он будет, при том, еще и самой холодной точкой, то фреон жидкий соберется там, он просто будет испаряться в более теплых частях фреонового контура, переноситься в самую холодную точку, ну, это может быть компрессор, может быть, там, какая-то другая часть, и там он будет конденсироваться в самой холодной точке вашей фреоновой системы. Это не должен быть компрессор, поэтому я у себя на компрессор поставил подогрев компрессора. Ну, есть самоделки, там настроены так, что компрессор очень часто включается, то есть он просто не успевает остыть, вот, поэтому он никогда не бывает самой холодной точкой. У меня есть теплоаккумулятор, ну, это у кого нет теплоаккумулятора, там может быть период между пусками 15, всего 20 минут, за такое время компрессор никак не остынет и не станет самой холодной точкой, вот, ну, что он довольно-таки тяжеленький, это там внутри мотор, ну, такая железячка вроде небольшая, но я вам скажу, довольно тяжелая, и чтобы это все остыло, ребер у него нет, теплопотери у него низкие, но у меня есть теплоаккумулятор, поэтому периоды между пусками, старт-стопный режим у меня, вот, периоды между пусками могут достигать и 2, и 3 часа, и даже больше, когда я там забыл ее включить, он у меня еще пока что не автоматизированный, поэтому компрессор может довольно сильно остывать, и в этот момент может собираться в нем жидкий фреон, этого тоже нельзя допустить. Ну, у меня работает подогрев, вот, но даже вот мой подогрев, вот эти сильные морозы были, вот, и когда я смотрю, там у меня температура компрессора фиксируется термодатчиком, то даже с подогревом компрессора, шнурком там на 30 ватт, у меня это тоже есть видео, смотрите, там, в серии видео, там, про тепловой насос, плейлист, вот, даже с подогревом компрессора, у меня температура компрессора проседала ниже 10 градусов, даже ниже 10 градусов, хотя обычно, при обычной такой средней температуре на улице, обычной, ну, не такой, что минус 25 градусов, у меня всегда температура где-то 18-20 в компрессоре есть, а тут, получается, даже было ниже 10 градусов, когда я включаю воду, то у меня, получается, даже температура в испарителе больше, чем температура компрессора, то есть, у меня, как бы, температура компрессора была ниже всего, ну, про конденсатор я вообще молчу, потому что там он в теплоаккумуляторе, там вообще температура до 30 градусов доходит, там жидкого фреона точно не бывает, при простое компрессора, когда он стоит, вот, и когда я запускал компрессор, вот такой холод, когда он был остывший, там я наблюдал, вот, первые несколько секунд, такие звуки, нехорошие, совсем, они мне не понравились, лязгающие такие, клацающие, я так понял, что это там, все-таки, какие-то мелкие капли фреона, или сконденсировались где-то в каких-то частях самого компрессора, или попадают при запуске, ну, что он, довольно-таки, был остывший, вот это тоже, надо обратить на это внимание, чтобы у вас компрессор не был самой холодной точкой зимой фреонового контура, не был, то есть, как я уже сказал, в самой холодной точке вашего фреонного контура, будет собираться этот фреон, будет собираться именно в самой холодной точке, он будет конденсироваться, там, где теплее, он просто там будет испаряться, переноситься паром, и оседать в самой холодной точке, и сам компрессор не должен быть, сам компрессор должен быть немного выше, немного выше всей системы вашей, Немного выше, у меня это примерно сантиметров 20 фреон стоит, если например схематически, вот у нас компрессор сверху, и по часовой стрелке вышел фреон, и пошел конденсатор, потом снизу вот здесь, нижняя точка это ТРВ, тут вышла с ТРВ, пошел в испаритель, и с испарителя уже в компрессор зашел, то есть компрессор у нас стоит в верхней точке, ТРВ в нижней, фреон жидкий должен стоять в нижней части системы, но это примерно, если разделить вот так вот горизонтальной линией нашу фреоновый контур, то что я так показываю, здесь вот компрессор, конденсатор, испаритель и ТРВ, то фреон будет стоять примерно вот на этом уровне, вот это жидкий фреон, это примерно немного затопленный конденсатор, немного затопленный испаритель, но испаритель обычно больше затопленный, и ТРВ тоже должен быть затопленный фреоном, вот, но у меня это теоретически так, то есть он стоит в самой нижней точке, он затопленный в испарителе, у меня практически получилось так, что практически весь фреон перетекает в испаритель, потому что конденсатор у меня в теплоаккумуляторе, а теплоаккумулятор он никогда не остывает очень сильно, поэтому парообразный фреон с конденсатора выталкивает весь жидкий через ТРВ в испаритель, в самую холодную и нижнюю точку, это у меня дно испарителя, самая нижняя часть, это ТРВ и дно испарителя, ну там примерно он стоит, я не знаю точно, ну так по наблюдениях, это 2-3 витка трубы моей полиэтиленовой, это затоплен именно фреон, даже если посмотреть, когда простаивает тепловой насос, посмотреть в смотровое стекло, то там жидкого фреона нет, он оттуда выталкивается парообразным фреоном, и весь выталкивается в испаритель, потому что в конденсаторе у нас теплее, в испарителе у нас холоднее, и он весь стоит у меня в испарителе, когда я запускаю свой тепловой насос, включаю компрессор, сразу он начинает закачивать пар фреона, компрессор, вот, и я сразу наблюдаю, буквально через секунду смотровое стекло начинает заполняться жидким фреоном, потому что там в конденсаторе вырастает давление пара, и он у меня снизу начинает конденсироваться, заполнять смотровое стекло, то есть компрессор, тепловой насос входит в режим работы, но желательно, чтобы, то есть получается у меня как бы ТРВ, даже без жидкого фреона на момент запуска, там, наверное, парообразный, ну я так думаю, точно не знаю, хотя, может быть и не так, но вот этот момент я хотел сегодня, так вот, обратить ваше внимание, самодельщиков, кто именно хочет собрать тепловой насос сам, чтобы вот такими вот мерами обезопасить максимально свой компрессор, ну что еще раз повторяю, это самое страшное, что может случиться в самодельном тепловом насосе, это попадание жидкого фреона, хотя там есть много защит, и заводская защита, как я уже сказал, докипатель, этот вот баллончик возле компрессора, плюс рекуператор, это просто у меня, это просто скрученные последних 2 метра конденсатора, с последними 2 метрами испарителя, медная труба, они просто вот так вот скручены и утеплены, то есть теплопередача идет, то есть там еще он докипает, если он там не докипел, может быть до конца в испарителе, в рекуператоре он докипает, и еще и в докипателе, ну и как я уже сказал, что вот на момент запуска я наблюдал такое, вот на слух, я думаю, что это были небольшие капли при старте компрессора, это были небольшие капли фреона, вот этого надо избегать, не допускать этого, особенно, чтобы он продолжительное время так работал, вот, это такой немаловажный момент при сборке теплового насоса, ну еще, еще раз скажу, то есть немного выше делать компрессор, то есть, ну компрессор должен, сам даже картер компрессора должен стоять немного выше дна испарителя, пускай себе фреон этот стекает вниз, лучше подставить что-то под компрессор, чуть-чуть его выше сделать, чтобы, ну там посмотрели на свою систему, ага, вот жидкий фреон, да, он может потечь сюда, может сюда потечь, может он ли он потечь у меня в компрессор, нет, не может, нужно компрессор выше, ну и все, так оно начали будет работать, вот, и вот это вот, на вот это вот обратить, чуть-чуть выше делать компрессор, и чтобы он желательно был не самой холодной точкой вашей фреоновой системы, потому что как мы знаем тепловой насос эксплуатируется не летом, но его можно и летом на охлаждение немного доработать и он будет у вас на охлаждение работать, но в основном он зимой будет работать, поэтому зимой это актуально, чтобы компрессор не был самым холодной точкой всей вашей фреоновой системы, чтобы там никаким образом не скопился жидкий фреон, не осел, не сконденсировался, чтобы при запуске, именно при запуске вот это самый важный момент при запуске, потому что когда он уже нагреется, температура компрессора там доходит и до 75, 70, 75, 80 даже градусов, это нормально 80, там терморелес стоит в самом компрессоре на 120 градусов, по-моему, на 120 он выключится, это уже перегрев, а 80 это вполне нормально, то есть в процессе работы жидкий фреон там никак не может не образоваться, потому что там очень высокая температура, он просто моментально испаряется, вот, ну вот на это я хотел обратить внимание сегодня самодельных самодельщиков, кто хочет сделать самодельный тепловой на эти два вот момента, или один, что вот это нельзя допустить всеми способами, ладненько, если остаются какие-то еще вопросы, задавайте в комментариях, пишите все, всем пока, до следующих видео!